Обрита наголо, облита зелёнкой и тяжело избита. Так выглядит журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. Сопровождавший её адвокат команды против пыток Александр Немов тоже получил многочисленные ушибы и даже ножевое ранение в ногу. По словам пострадавших, утром 4 июля их машину заблокировали на въезде в Грозный. Нападавшие были в балаклавах. Они били журналистку и правозащитника ногами и угрожали огнестрельным оружием. Пострадавших доставили в местную больницу. Просто классическое такое похищение, как раньше-то всё было. Просто давно такого не было. Приезжали, выкинули шофёра, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, на колени ставили и пистолет зашивали. Милашины и Немову оказали первую медицинскую помощь. Сообщается, что журналистка несколько раз теряла сознание. Судя по симптомам у Лены, черепно-мозговая травма. Множество ушибов, много переломов. Их били ногами, били такими полипропиленовыми трубами. Видимо, чтобы не оставлять следов. Они, видимо, не оставляют следов, но ушибы повреждения наносят. Оба очень сильно побиты, плохо ходят. У Александра Немова травмирована нога, у Елены Милашины сильные ушибы по всему телу. Она вся облита зелёнкой, и у неё сломаны пальцы, насколько я знаю, на обеих кистях. И в «Новой газете», и в команде против пыток уверены. Нападение связано с журналисткой и правозащитной деятельностью пострадавших. Нападавшие припоминали им суды и дела, которыми они занимались. В этот раз Милашина и Немов ехали в Грозный на вынесение приговора за Ремы Мусаевой. Адвокат должен был представлять её интересы. Сын Мусаевой и бывший сотрудник команды против пыток Абубакар Янгулбаев уверен, что нападение напрямую связано с делом его матери. Через несколько часов после него суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Но Абубакар считает это дело политическим. Это нападение связано, во-первых, в первую очередь, для того, чтобы Милашина не могла писать, чтобы оперебить работу адвокатов, и чтобы прямой намёк на то, что наказание будет максимальным. Сколько запрашивали, а выше и не могли давать. То есть там вообще даже не учли смягчающие обстоятельства, болезнь человека, невозможность СИЗО, колонии общего любого режима, предоставлять инсулин и так далее. У них по регламенту это не положено. Я вообще не понимаю, каким образом они собираются обеспечивать её здоровье и мониторить его. Елена Милашина давно писала про Чечню и про преследование семьи Янглубаевых в частности. На неё нападали уже несколько раз. Последний в 2020 году тоже в Грозном. Ей присылали многочисленные угрозы. Но в интервью ДВ в феврале прошлого года она говорила, что это её не останавливает. Я опасаюсь, безусловно, в том числе и за свою жизнь. Но это меня не парализует. И я продолжаю работать. И, собственно говоря, все меры безопасности, которые мы предпринимаем, это только для того, чтобы мы могли продолжать свою работу. И даже это нападение не помешает ей продолжить писать о проблемах прав человека в Чечне, уверены её коллеги. Потому что таких людей, как Лена, сложно этим запугать. Хотя, конечно, нам, её коллегам, захотелось бы, чтобы было что-то, что могло бы исправить. Нам всем было бы за неё гораздо спокойнее. Но нет, я уверена, что и это её не остановит и не запугает. Елену Милашину и Александра Немова перевезли в больницу в Беслане, в Северной Осетии. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру Чечни. Сообщается, что о нападении доложили и Владимиру Путину. Но правозащитники сомневаются, что людей в масках, напавших на Милашину и Немова, удастся привлечь к ответственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok